26 января в 20.35 поступило сообщение о пожаре квартиры на первом этаже девятиэтажки по улице Братьев Лизюковых, 28. В результате огнем повреждено имущество в коридоре. Неработающий, проживающий в данной квартире гражданин, почувствовал недомогание и обратился за медицинской помощью. После чего с диагнозом термические ожоги пламенем лица, кисти и термоингаляционные травмы госпитализирован в учреждении здравоохранения. Рассматриваемые версии причины пожара – неосторожное обращение с огнем, поджог. МЧС информирует уважаемые граждане, соблюдайте правила пожарной безопасности, не допускайте курения в домовладении, следите за тем, чтобы спички, свечи и костры были потушены после использования. Установите в жилых помещениях пожарный извещатель, который в случае возгорания спасет вам жизнь. На территории завода Литья и Нормалий на протяжении трех дней проводились тактико-специальные занятия с целью проверки боеготовности гарнизона к ведению аварийно-спасательных и других неотложных работ на промышленных объектах, а также с целью обработки взаимодействия обслуживающего персонала предприятия с подразделениями МЧС. На учение было привлечено 12 автомобилей пожарной и аварийно-спасательной техники. Тренировка прошла на высоком уровне, все вопросы, возникшие во время нее, были разобраны и дана оценка действиям каждого участника. Оперативной группой Гомельского городского отдела по чрезвычайным ситуациям ежедневно проводятся мониторинги паводковой обстановки в городе Гомеле. Так, по состоянию на утро 27 января, установлено, что выявлены новые факты подтоплений талами и паводками водами. На данный момент в городе Гомеле подтоплены 18 домовладений. Уровень воды составляет 463 см, до критической отметки осталось 37 см. Гомельчане, если в случае подтопления есть угроза вашей жизни и здоровью, а также жизнедеятельности в домовладении, звоните по телефону 112. В рамках проводимой на территории города Гомеле республиканской акции «Безопасность в каждый дом» пропагандисты Гомельского городского отдела ПЧС совместно с представителем Белорусского добровольного пожарного общества провели профилактические мероприятия на базе пунктов приемов торсырья, общественных пунктов охраны правопорядка и наркологического диспансера. Целью данной акции является предупреждение пожаров и гибели людей в результате неосторожного обращения с огнем, нарушение правил эксплуатации печного отопления, электрооборудования, а также детской шалости с огнем. Для того, чтобы достучаться до граждан группы риска, спасатели разъяснили основные причины, способствующие возникновению опасных ситуаций в жилье и дали рекомендации, как таковых не допустить. Вместе с тем рассказали необходимости установки автономных пожарных извещателей и продемонстрировали видеофильмы о последствиях неосторожного обращения с огнем. В дополнение к сказанному стало вручение буклетов с обучающей информацией «Безопасность в каждый дом».